Привет, ребята! Для начала в очередной раз напоминаю, что мы создали группу ВКонтакте. Изначально группа была ориентирована только на Mortal Kombat, но прислушавшись к вашим советам, я понял, что гораздо интереснее обсуждать много темы вселенных, а не зацикливаться на одном. А поэтому там я и админы группы будем публиковать какие-то новости из мира видеоигр, погружаться в лор разных вселенных и обсуждать значимые события, связанные с теми или иными франшизами. Такой вот небольшой гик-рум. Поддержи меня и ребят, переходи по ссылке в описании и вступай в культ. После выхода самой игры, многие поклонники стали с большим интересом ждать DLC, ведь в основном ростере мы так и не увидели многих персонажей, которых разработчики тизерили в твиттере, да и в принципе тех, кого многие просто ждут. В игре есть какие-то камео, есть упоминания, кого-то можно найти в крипте, но этого мало, чтобы удовлетворить желание поиграть персонажами, по которым мы соскучились со времен перезапуска серии. Поэтому давайте обсудим то, что известно в настоящий момент о грядущих DLC. Есть чудное место под названием Reddit. Думаю, многие знают, что именно с этого портала появляется большинство так называемых сливов, связанных с грядущими проектами. Так вот, пару недель назад один из пользователей опубликовал там скриншот, на котором изображены файлы из версии Mortal Kombat 11 для Nintendo Switch. Эти файлы, скорее всего, связаны с будущими DLC игры, так как там фигурируют следующие персонажи, которых нет в основном ростере. Уже анонсированы Шан Цун, Джокер, Ночной Волк, Синдал, Терминатор, Спаун, Эш Уильямс, Фуджин и Шива. Скажу сразу такому сливу, я не доверяю и чуть позже объясню почему. А сейчас предлагаю пройтись по каждому из упомянутых персонажей. Первый в списке Шан Цун и тут уже все ясно. Персонаж анонсирован, представлен и мы уже взаимодействуем с ним в крипте. Шан Цун встречает игрока на своем острове и в течение всего геймплея периодически комментирует какие-то события. Думаю, если каждый из вас составит свой топ-10 ожидаемых персонажей, то в большинстве случаев там окажется Шан Цун. Действительно, боец очень ожидаемый. У Шан Цуна много фанатов, он один из 10 первых персонажей в серии, а его способности должны наконец раскрыться со времен перезапуска. Надеюсь, как и раньше, Шан Цун сможет перевоплощаться в любого из бойцов, а не только в оппонента, как в Mortal Kombat 9. Но и немало важно, что персонажа озвучил и подарил свою внешность актер из первого фильма Кэри Хироуки Тагава. В общем, однозначно ждем. Дальше уже не так оптимистично. Джокер. Уверен, все знают кто это, но не все понимают зачем. Я тоже не понимаю. Если это правда, и в Mortal Kombat в очередной раз появится связующее звено с вселенной DC, то разработчикам нужно будет очень постараться, чтобы фанаты в очередной раз не прозвали игру Injustice 3. Например, я против гостевого персонажа вроде Джокера. На мой взгляд, если брать кого-то из DC, то есть гораздо более подходящие вселенной Mortal Kombat герои. Тот же Азраил. Мрачный и жестокий персонаж, которого последний раз мы видели в Batman Arkham Knight. Но это только мое мнение. А вот в пользу Джокера есть много фактов. Самое очевидное это то, что Warner Bros. обладают правами на обе вселенные и при желании могут их объединять как захотят. Например, в обоих частях Injustice были гостевые персонажи из Mortal Kombat. Да и в самой МК был, внимание, официальный кроссовер этих вселенных, под номерной восьмой частью. Также в пользу Джокера может послужить то, что некоторые персонажи в диалогах будут упоминать события из кроссовера. И таким образом появится возможность еще больше связать вселенные. Но я искренне надеюсь, что разработчики не настолько отбиты. Плюс ко всему, уже совсем скоро выйдет одноименный фильм про Джокера, и как и в случае с Фредди Крюгером, наличие этого DLC-персонажа в одной из самых обсуждаемых игр может стать частью рекламной кампании. Не забываем, да? Игроиндустрия – это бизнес с большими боссами и масштабным маркетингом. Я все-таки надеюсь, что этот слив персонажей всего лишь слух, и Джокера не окажется в DLC. Дальше идут основные персонажи серии – Ночной Волк, Синдал, Фуджин и Шива. Все, кроме новой королевы шаканов, по какой-то причине отсутствуют в сюжете, хотя мы прекрасно помним, что Волк и Синдал стали ревенантами и появлялись в Mortal Kombat X. Против Синдал даже приходилось сражаться. А Фуджин после событий 10-й части якобы занят чем-то настолько важным и тайным, что не в силах принять участие даже во временном кризисе. Также Ночного Волка подтвердил Эд Бун в своем твиттере, кстати, вместе с Рейном, и пусть провалится он на месте, если это было одной из его шуток. Шива, по идее, должна быть одним из тех камео, которые так и не станут играбельными, поэтому ее наличие тоже под вопросом. На этапе рекламной кампании нам обещали сюжет на 8 часов и кучу персонажей в роли камео. Ни того, ни другого в настоящий момент не наблюдается, а если еще и Шива станет играбельной, и того станет меньше. Хотя наличие шаканов в серии уже чуть ли не обязательное условие. Еще хочу обратить ваше внимание, что DLC должны продаваться, а значит персонажи там должны быть те, которых больше всего хочет аудитория. Это, конечно, личный взгляд, но я не думаю, что из-за Шивы игроки будут отдавать свои деньги. А вот с Ночным Волком и Синдал все выглядит гораздо привлекательнее. Следующий в списке Эш Уильямс, и если вы не знаете, кто это такой, то сходите в церковь и покайтесь, потому что так жить нельзя. Эш – это персонаж серии фильмов «Зловещие мертвецы». Первая часть вышла, если не ошибаюсь, в конце 70-х, начале 80-х, а закончилась вся эта история совсем недавно отличным трешовым сериалом «Эш против зловещих мертвецов». Этот персонаж относится к категории бойцов из фильмов ужасов, и его наличие вполне вероятно, вот только пока нет никакой информации о том, что у разработчиков есть на него права, а слухи о нем ходили и во времена комбат-паков для Mortal Kombat X, поэтому его визит в серию под вопросом. Хотя он, пожалуй, единственный, кто мог бы потягаться с Джонни Кейджем в красноречии, но в то же время основным его оружием является бензопила, которая заменяет отрубленную руку, и дробовик по имени Бумстик, а на мой взгляд в ростере более чем достаточно персонажей-стрелков. Дальше идет еще один персонаж комиксов – Спаун, и скорее всего нам стоит его ожидать, ведь давно известно, что у разработчиков есть на него права, и они могут использовать их, когда захотят. Пожалуй, это один из немногих гостевых бойцов, который сам по себе отлично вливается в атмосферу Mortal Kombat. О нем я, кстати, уже рассказывал в одном из прошлых роликов. Ну и последний из списка – Терминатор. Вот сначала звучит как бред, но с другой стороны в свое время и кожаное лицо казался бредом, и каждый из остальных гостевых. С пользой Терминатора опять же маркетинг, так как в разработке новый фильм от Джеймса Кэмерона, и напоминание Терминатора о себе может оказаться весомой частью рекламной кампании. Но все-таки на том же портале Reddit публиковались и другие сливы, например, слив основного роста. На 70% он оказался правдивым, но все-таки не на все 100%. То есть если это слив, то он подразумевает какую-то секретную информацию из инсайда, а в данном случае все выглядит только догадками. Ну и напомню, что если какая-то часть слива подтверждается, то это скорее удача, совпадения и догадки, основанные на фактах, но никак не достоверная информация. Среди сообщества также ходит слух, что среди DLC окажется Эрмак, правда скорее всего не в первом составе. В пользу этого свидетельствует его внешний вид в Mortal Kombat 11. Там можно наблюдать, как Эрмак падает с моста и умирает, но комьюнити настойчиво обращает внимание на то, что персонаж выглядит переработанным с визуальной точки зрения, а разработчики вряд ли стали бы над этим заморачиваться, если бы не планировали добавить его в ростер. Также очевидно, что мы либо увидим Сектра и Сайрекса по отдельности, либо опять в качестве Триборга, так как против обоих нам приходится сражаться в сюжетной кампании, а у Красного даже несколько скинов. В любом виде я буду рад этим персонажам в ростере. Ну и по аналогии с Триборгом ходит слух о Хамелеоне. Якобы добавят персонажа, который будет совмещать способности рептилии, Смоука и Рейна, тем самым позволив фанатам хоть частично заполнить пробел из цветных ниндзя в ростере. На мой взгляд это звучит не очень правдиво, да и опять же Эд Бун анонсировал Рейна в Твиттере, а я все-таки надеюсь, что это было не шуткой. Но так или иначе идея звучит интересно. Только не в случае Смоука. Смоука мне очень надо. В общем в этот раз у меня все, обязательно делитесь своими догадками в комментах, я с удовольствием почитаю, а может быть и упомяну в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok